Всех благ и пусть будет мир. Такой общий вопрос я хотела бы задать вам. Много было визитов представителей международных организаций, представителей чиновников высокопоставленных различных стран в Армению, в регион. Было много заявлений. Можете выделить, чтобы обобщить. Можно три, можно несколько явлений, событий, заявлений. Вообще ситуация в целом положительные. Исходя из чего мы можем сделать вывод, положительные процессы идут в регионе Южного Кавказа. Или наоборот негативные. И назвать несколько негативных, вызывающих опасения, событий, заявлений. Ситуация в регионе. Что можно считать положительным, что можно считать негативным? Общий ответ следует начать несколько издалека. Не заходя в глубь истории, тем не менее начнем с 2020 года. Произошли огромные изменения в регионе. И это не только географические и политические, это еще и геополитические изменения. Если очень кратко, в рамках одной программы, для того, чтобы успеть ответить еще на несколько вопросов, я попробую сформулировать наше видение, видение Европейской партии Армении, того, что произошло. Катастрофические военные поражения 2020 года и гуманитарная катастрофа, патриоцид 2023 года, когда 120 тысяч арцахских армян были лишены Родины, что я предпочитаю называть патриоцидом, это высшая цель и стадия геноцида. Одновременно имеют, кроме своего непосредственного смысла, они имеют еще один очень большой общечеловеческий смысл. Говорить о том, негативное или позитивное это событие, бессмысленно, потому что то, что негативно для нас, для определенной части человечества, не только для армян, то позитивно для другой части человечества, и не только для азербайджанцев, но и русских, российских политических кругов, и для того противопоставления, которое с легкой руки президента США Байдена было названо борьбой между демократией и диктатурой. Где-то к 1920 году стало очевидно, что Армения должна выбрать свое место. Именно из-за того, что Армения до войны 1920 года это место для себя однозначно еще не выбрала, собственно, и произошла эта война в том виде и с тем результатом, с каким все это произошло. После чего мы должны констатировать следующее. В течение последних месяцев, а если говорить совершенно точно, начиная с 17 октября 2023 года, с речи премьер-министра Пашиняна в Страсбурге, на парламентской ассамблее Совета Европы, где было заявлено о готовности Армении к евроинтеграции, мы можем констатировать, что круг или определенный круг ада, через который мы проходим, завершился, и мы вышли в другое измерение. Возможно, это другой круг ада, потому что то, что происходит в мире сейчас, и не только в нашем регионе, я бы назвал, и я не думаю, что это большое преувеличение, это Третья мировая война. И в этой ситуации наши две страны, Армения и Азербайджан, выбрали свои стороны. Армения при всех противоречиях, при всех логических и не всегда последовательных ходах, иногда и рациональных, которые мы наблюдаем, с которыми будем бороться для отстаивания позиций на евроинтеграцию. Она выбрала свой путь, она выбрала свой лагерь, и этот лагерь выбрал ее. Об этом говорила в 2022 году тогдашний спикер Конгресса США Нэнси Пелоси, сказав, что граница борьбы между, она вернее сказала, линия фронта между борьбы, между диктатурами и демократией, проходит от Соединенных Штатов до Украины, от Армении до Тайваня, так она сказала. И последующие события, можно приводить цитаты разных политических деятелей, но для краткости просто скажем так. К 2023 году, уже начиная с 2022, когда на восточной границе Армении, на границе Армении и Азербайджана, встала миссия Европейского Союза, так называемые евронаблюдатели. Это, собственно, и была граница между двумя цивилизациями. Между европейской или евроатлантической, говоря точнее, цивилизацией, в которую сейчас медленно, но неуклонно входит Армения. И между евразийской, азиатской моделью, которую для себя однозначно выбрал Азербайджан. И поэтому те победы, которые Азербайджан вместе с Россией и отчасти вместе с Турцией одержал в течение 20-го и 23-го года, они тактические победы. Потому что, если Армения за это заплатила очень дорого, тысячами жизней армянских солдат и сотнями тысяч ставших беженцами арабахских армян, Азербайджан за это заплатил геополитическую цену. И эта цена очень высока. И она еще не выплачена. Долг прописан, но платы по нему только начинаются. Поэтому, если подытоживать мой ответ на ваш вопрос, что было положительно в этом аду. Для нас было положительным то, что при всех огромных издержках и большой цене мы сделали свой выбор в сторону демократии. Азербайджан сделал свой выбор в сторону диктатуры. И, повторяю, цена, которую Азербайджан будет платить вместе с Россией и некоторыми другими своими союзниками, она будет гораздо выше, чем та, которую сейчас платим мы. Мы к этому вернемся. Вот к последней части того, что вы сказали. Вы вспомнили слова, привели слова Нэнси Пелоси. Можно сказать, что Россия нам этого не простила? Россия не то, что не простила нам чего-то. Россия не относится к Армении каким-то определенным особым образом. Это заблуждение, свойственное нам, провинциалам. Россия ведет себя как фантомная империя со своими фантомными болями и претензиями ко всем своим соседям и бывшим колониям. Именно как колониальная держава, которая пытается удержать все страны. Это не касается только Армении. Это сейчас, в первую очередь, касается Украины. Во вторую очередь, это касается Армении, Молдовы, Грузии, отчасти Казахстана. То есть Россия не прощает никому ничего по одной простой причине. Как известно, у России нет союзников. И я не пытаюсь сейчас привести слова Александра Третьего о том, что только флот и армия являются ее союзниками. Часть этой флоты, этой армии сейчас на дне Черного моря или унавоживают украинский чернозем, большая часть. Но у России нет друзей. У нее есть только рабы или враги. Мы попытались из категории рабов перейти в область врагов. Оказалось, что это не единственная верная тактика в поведении с такой колониальной империей, какой является Россия. То есть вы определяете, что Армения стала врагом для России? Можно такими категориями оперировать? Это российская точка зрения. Да, для России мы сейчас враг. Потому что любая другая позиция Армении, она для нас неприемлема. Потому что она оплачивается нашей государственностью. Для России нет понятия государственности Армении. С момента 200 лет назад, когда российская армия, еще царская, вошла на эту территорию, в этот регион, первое, что было сделано по отношению к Армении, Армения была стерта с географической картой. И вместо Армянской области, куда входили войска Ермолова, по-моему, вместо Армянской области появилась и Реванческая губерния, и другие губернии. То есть для России было важно даже само название Армении стереть. И последующие 200 лет были подчинены в армянской политике России одному. Уничтожение ее государственности, уничтожение ее элиты, но, в принципе, то же самое происходило и по отношению к другим странам, и даже по отношению к собственному народу. Российское государство вело себя именно как метрополия по отношению к колонии. Россия сама была своей колонией, но это ее выбор. Наш выбор в последние несколько лет, во многом благодаря усилиям России и лично товарища Путина, которому надо быть за это очень благодарным, он смог открыть глаза тем армянам, которые пребывали в блаженной иллюзии, что русские являются нашими братьями, союзниками или чем-то еще. Россия всегда была врагом армянской государственности и останется ею навсегда. Русские пропагандисты, вообще из России слышны вот такие формулировки. Россия, Армения, ты делаешь неправильный выбор, ты уходишь от своего союзника в никуда, Запад тебя заводит в никуда. Это даже не академический спор. Достаточно посмотреть на карту и на учебники истории. В 1920 году Первая Армянская Республика была признана Лигой Наций и она была признана независимым государством на территории 170 тысяч квадратных километров. Первое, что сделала Советская Россия по отношению к Армянской независимой республике, это была ее оккупация совместно с турецкой армией, и тогдашнего мятежного генерала Мустафа Кемаля, после чего Западная Армения была подарена Турции, а провинции Нахичайван и Арцах были отданы Азербайджану. Зангизур, как называли его турки, или Сюник, как он называется из древля в армянских летописях, мы смогли отстоять благодаря политическому и военному гению Гарагина Наждая. Вот и все, что надо знать о последних ста годах, если очень коротко. Но вы заглянули назад, а здесь говорят сейчас, здесь и сейчас, Запад вас зазывает буквально вот такие формулировки. Хорошо, давайте здесь и сейчас. Зазывает, и зазывает прямо, ну я говорю, никуда, а там приводится, может быть, даже похуже куда. Давайте здесь и сейчас. Всего лишь несколько месяцев назад, 19 сентября 2023 года, после 9-месячной или 10-месячной блокады, которую осуществляла российская армия, потому что безоружные азербайджанские так называемые экоактивисты, конечно, не могли в своем 200, их там было около 200 человек, они не могли бы одни 120 тысяч армян блокировать. Армян блокировала российская армия, которая почему-то называет себя миротворческим контингентом. Затем этот же миротворческий контингент благополучно ушел в казармы и иногда только помогал, подсаживал бабушек на грузовики, которыми армяне увозили свои семьи во время того патриоцида, того изгнания, которое Россия вместе с Азербайджаном осуществила буквально 4 месяца назад. Еще более свежих новостей у нас нет. Сейчас известно, что Россия пытается всеми силами прорваться еще и через территорию Армении к своему стратегическому последнему союзнику Турции, для того, чтобы проложить по этой территории, которая подлежит по ее генеральному плану, подлежит оккупации, для того, чтобы по этой территории проложить нефтяные и газовые трубы, железную дорогу и бесконтрольно экспортировать в Турцию газ и нефть под названием, под флагами азербайджанских, чтобы обходить западные санкции и кормить те войны, которые Россия сейчас ведет в Украине и в том числе в Армении. Еще продолжаю. Оппоненты говорят, что вот в 2020 году у вас была война, то есть Азербайджан в очередной раз совершил военную агрессию против народа Нагорного Карабаха. Где был ваш Запад? Почему вы сейчас считаете, что ваши интересы будут совпадать или совпадают? И в 2020 году, когда Азербайджан осуществил агрессию, которая, повторяю, была соркестрирована и спровоцирована и вооружена Российской Федерацией, Армения была в 2020 и остается в 2024 году участником, членом всех военно-политических блоков российских. Поэтому довольно странно задавать этот вопрос Западу. Где был Запад? Что мог, собственно, Запад сделать, если Армения официально является союзником, в том числе и военным союзником России? Где была Россия, когда на ее союзника напала страна, не входящая в российские военно-политические блоки? Если долго повторять ложь по теории доктора Геббельса, ложь похожа на правду. Вот, по-моему, сейчас доктор Геббельс просто с завистью с того света наблюдает за тем, как совершенно бесстыдную и циничную ложь по отношению к Армении, тиражирует Российская Федерация в лице МИДа и его проповеднице Марии Захаровой, ее шефа Сергея Лаврова и самого Владимира Путина, который нарушил, собственно, всю структуру мирных переговоров, вышел из Минской группы по регулированию в Карабахе, заявив, что Карабах является Азербайджаном, в то время как, начиная с Лиги наций, вплоть до Организации Объединенных Наций и Европейских структур, кого является Минская группа у регулирования по Карабаху, этот вопрос должен был решаться мирными переговорами. Россия расторгла этот мирный договор, идею этих переговоров и выступила на стороне Азербайджана совершенно неприкрытым образом. И еще грядут разоблачения совершенно чудовищной роли России в войне 2020 года, когда будет официально сказано о том, как Россия вооружала Азербайджан, как она поставляла Армении нестреляющие ракеты, невзрывающиеся снаряды, как она отключала систему противовоздушной обороны Армении, как она отдавала катастрофические приказы своим агентам в армянской армии и генеральном штабе. Все это еще будет сказано. — Спасибо. Следующая тема. Говорится о том, что Алиев в качестве предусловия к подписанию мирного договора с Арменией ставит вопрос изменения или, как Никол Пашинян заявил, необходимость принятия новой конституции Армении. Как вы считаете, в Армении народ очень бурно отреагировал на это. Многие сочли, что нарушаются красные линии, то, что нельзя переходить. Как вы смотрите, почему Пашиняну необходимо стало пойти навстречу или удовлетворить это требование Алиева и начать разговор о том, что нужно принять новую конституцию. Что за новая конституция и что в этом требовании заключается? — Конституция является основным документом армянского государства. Носителем армянской государственности является армянский народ. И никто ни из Азербайджана, ни из России, ни с Марса диктовать армянскому народу его конституцию не вправе. Никаких красных линий на этот счет нет. Все красные линии на это давно пройдены. В 2020 году, когда началась война, которая, кстати, продолжается. Платить Азербайджану за какие-то странные уступки, поменяйте конституцию, мы подпишем еще какую-нибудь бумажку, это просто глупо. Завтра у Азербайджана могут появиться другие требования, типа требования об обрезании всех армянских мужчин или отказа от названия Армении или еще какие-нибудь требования, чтобы армянские женщины ходили в хиджабах. Почему бы нет? Таких требований можно насчитать очень много. Естественно, говорить даже об этом унизительно или просто смешно. Говорить мы об этом, наверное, не будем. Ничего из этого рода армяне не примут. Ни один мирный договор не стоит. Не только бумаги, на котором он будет подписан Путином или Алиевым. Мы не можем и никогда не станем менять конституцию или подписывать мир, тем более в условиях Третьей мировой войны, в которых мы сейчас живем. Армения и Азербайджан являются фронтами этой огромной войны. И пока не закончится Третья мировая война, она может закончиться только поражением агрессора, поражением России и ее союзников. Никакого мира на Земле не будет и не будет в отдельно взятом регионе. В том регионе, который в России называют Южным Кавказом, в Европе пока тоже. А я предпочел бы название Юго-Восточная Европа. С момента, когда на восточной границе Армении стала миссия евронаблюдателей, восточная граница Армении стала восточной границей Европы. И Армения сейчас должна озаботиться только одной задачей. Как можно раньше стать членом или хотя бы кандидатом в члены Европейского Союза, впоследствии НАТО. Только это может являться гарантией мира, гарантией безопасности Армении, гарантией существования армянской государственности. Если у Николы Пашиняна другие идеи на этот счет, то ему придется отвечать за свои расхождения с мнением большинства народа на ближайших выборах. Возможно, эти выборы произойдут раньше, чем это предусматривается Конституцией. В таком случае, да. Мы в выборный год, когда прошли уже изменения правительства Франции, в Грузии, в Казахстане. Завтра, по-моему, будут выборы в Азербайджане. Вскоре затем выборы в России. Многие называют переизбрание президента Азербайджана. А процесс переизбирания. Да, на самом деле, собственно, и этого нет. Выборы прошли. Выбор Азербайджан уже сделал. Или Алиев сделал за него выбор. Вот выбор 2020 года, это и есть выбор Азербайджана. После этого... То есть выбор войны. Да, это выбор войны, но война это не... То есть завтра население Азербайджана выбирает войну? Население Азербайджана уже выбрало войну. Население Азербайджана выбирает диктатуру. Потому что война это одна из форм существования диктатуры. Она может существовать без войны, но война без диктатуры существовать не может. Демократические государства между собой не воюют, как известно. Воюют либо диктатуры, либо диктатуры с демократиями. И вот только когда мы вышли, а мы еще не вышли до конца, из клуба диктаторов в клуб демократии, только тогда мы сможем противостоять совместной войне трех диктатур против нас, российской, азербайджанской и отчасти турецкой. Вот эти три диктатуры, эти три диктатора, они осуществили войну 20-го года, они осуществили патриоцит 23-го года. Если премьер-министр Пашинян понял, что произошло, то он как можно скорее произведет необходимое действие и вернет Армению в лоно цивилизованного мира, в лоно Европейского Союза. — Я бы хотела откорректировать свой вопрос. Я сказала, народ Азербайджана завтра выбирает войну. А хотят ли азербайджанцы войны? То есть они осознанно выбирают войну или им приходится выбирать Алиева, они так или иначе Алиев будет переизбран, а это означает война? — Мы не можем говорить за азербайджанский народ. Мы за армянский народ, в общем-то, говорить не имеем права. Каждый говорит за себя и мы выражаем свое мнение. Я думаю, что у азербайджанского народа очень давно выбор был отобран. Я не знаю, был ли он у него когда-либо. Азербайджан — это династия, это потомственная диктатура. Два десятилетия правления Гейдара Алиева в советское время, затем были продолжены еще одним десятилетиями его правления и сейчас двумя десятилетиями правления его сына. Азербайджан может попробовать какие-то косметические изменения, например, передать власть супруге Алиева, Мехребан Алиевой, но суть от этого не изменится. Азербайджан выбрал диктатуру, они живут в этой диктатуре. Те, кто не соглашаются или не могут, они либо уезжают, либо их сажают в тюрьму, убивают. Это известно. И Армения должна в этом смысле защитить азербайджанский народ. Я думаю, что мы найдем время и для этого. Защитить его от его же диктатуры. Это задача демократического мира. И чем раньше Армения станет частью этого демократического мира, тем быстрее мы сможем помочь азербайджанскому народу сделать осознанный выбор. И это, кстати, в свой момент, в свой день, а этот исторический момент не за горами. Это вернет нас к вопросу и о территориальной принадлежности Нагорно-Карабахского, как он сейчас называется, Анклава или Эксклава. Потому что вопрос совершенно не закрыт. В Азербайджане и во многих других странах есть превратное мнение, что все закрыто, как говорит Путин, история закончена. Нет, она не закончена. И главным подтверждением этому является приговор высшего суда объединенных наций. Это Гаагский трибунал, который 17 ноября 2023 года заявил о неотъемлемом праве карабахских армян возвратиться в условиях безопасности и свободы на свою историческую родину. Либо это армянское правительство, либо следующее, но неизбежно. Мы будем защищать это право, потому что это международное право нации на самоопределение. И это естественное право людей жить на своей родине. Вы говорите, Армения должна стать частью демократического мира. Двери открыты или Пашиняну предстоит еще открыть эту дверь? И что мешает Пашиняну открыть эту дверь? А может быть, ничего не мешает. Ваша оценка? Двери были открыты давно. Раз в 10 лет, по крайней мере, Соединенные Штаты на разных уровнях приглашали Армению стать членом евроатлантической семьи. Об этом говорили и в правлении Леонатер Петрусяна, об этом говорил госсекретарь Бейкер, об этом говорили и госсекретарь Хиллари Клинтон при Саркисяне. Воспользуется ли Пашиняну? Пашиняну уже в первые месяцы его премьерства было сказано об этом прямо Никеминым, как советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Это было сказано 28 октября 2018 года. Менее полугода Пашинян был премьером и Соединенные Штаты предложили стратегическое сотрудничество и союз. Пашинян его отверг, из-за чего, собственно, и получил войну 2020 года, потому что в Москве гораздо внимательнее отнеслись к предложению Соединенных Штатов Еревану, чем в самом Ереване и решили превентивно исключить такие возможности. Но и Несси Пелоси, и европейские политики, председатели фракции Бундестага, буквально на днях спикер парламента Чехии, они однозначно говорят о том, что Европа ждет, когда Армения вернется в свое лоно, в европейскую семью. Потому что Армения исторически была одной из основ европейской цивилизации в древности, в средние века, да и сейчас тоже. И позиция Франции, это не исключение, одно из наиболее просто ярко выраженных, ярких выражений этой общеевропейской идеологии, в которую Армения входит и в которую она должна включиться формальным образом в ближайшие месяцы. Нам осталось очень мало времени для этого. Что вы имеете в виду, говоря о малой времени? Я имею в виду то, что сейчас год выборов по всему миру, и главный выбор этого года, конечно, выборы в Соединенных Штатах. И хотя у нас есть определенные надежды, что ситуация 2020 года, когда президентство Дональда Трампа оказалось для Армении столь губительным, оно не повторится, однако, тем не менее, в политике надо исходить из худшего, надеясь на лучшее. И поэтому в те оставшиеся до ноября, до осени 2024 года месяца Армения должна успеть, по крайней мере, получить тот статус, который уже сейчас есть у Грузии, это статус кандидата в Европейский союз, и сравняться с Украиной и Молдовой. Потому что именно в таком составе Украина, Молдова, Грузия, Армения мы являемся юго-восточной Европой. Мы являемся восточной границей европейской цивилизации. — Вернемся к тому вопросу, когда Вы сказали, что Азербайджан еще не по всем счетам заплатил. Какие счета еще не оплаченные остаются? Вопрос такой, а может ли до осени он начнет платить по счетам, и это отразится на нас, на Армении? — Ну, некоторые движения маятника в обратную сторону, они уже видны. Азербайджан уже исключен из ряда европейских структур. Пытаюсь изобразить, как говорят картюжники, хорошее лицо при плохой игре, при плохих картах. Алиевский режим инициирует сам выход, угрожает выйти из тех или других европейских или международных структур. Это означает, что Азербайджан семимильными шагами, как при Брежневе, приближается к Москве, приближается к тому статусу международного изгоя, которым уже прочно овладела Москва, путинская Москва. И это означает, что в момент, когда Путину или России придется расплачиваться за преступления против человечности, которые были совершены в последние годы и десятилетия, это неизменно и непременно и неизбежно скажется на его ближайших союзников. А Азербайджан является сейчас таким союзником. Просто Армения все еще не решается об этом сказать открыто. Если это не решается сказать Николу Пашинюн, то мне, например, ничего не мешает это сделать. Я открыто говорю и в Европе, и в Соединенных Штатах во время наших политических дискуссий, встреч, я говорю о том, что Азербайджан является российским прокси, и война 20-го года была на самом деле войной России, в которой она использовала Азербайджан против Армении. Так все развивается до сих пор, и именно по этим счетам, по российско-азербайджанским счетам придется платить Алиеву и Азербайджану. Я не берусь сейчас предсказывать геополитическую судьбу России или Азербайджана, но у меня есть глубокая уверенность в том, что эти перспективы довольно мрачны, гораздо мрачнее, чем у Армении. То есть до того, как рука Пашиняна протянется к этой двери, и он попытается открыть эту дверь, очень может быть, что, если вы говорите, что это прокси Азербайджан, то Азербайджан выступит с новыми военными действиями, чтобы предотвратить это движение Пашиняна. Этого нельзя исключать, но тут есть две-три вещи, которые необходимо сказать. Дверь, во-первых, открыта, она давно открыта для Армении, и на самом деле руки протягивать не надо. Я вспоминаю, в связи с вашей вот этой метафорой, есть центральная часть знаменитой фрески Микеланджело, «Страшный суд», где Бог, изображенный на облаке, протягивает руку к Адаму, и рука Адама безвольно висит в воздухе, и ему всего лишь надо выпрямить фалангу. Если помните, я попробую изобразить, вот эту фалангу надо выпрямить, и тогда рука человека коснется пальца Бога. Собственно, это метафора о том, что свобода воли и решение, в нашем случае политическое решение, за нами. И здесь не в Пашиняне дело, это не палец Пашиняна, это рука и это воля армянского народа. Если Пашинян не выполнит волю армянского народа, он будет убран с политической сцены. У него еще есть время, у него есть время, не у Армении. У Армении время есть, у нас тысячи лет истории и тысячи лет будущего. Мы сами разберемся со своей конституцией, со своей властью, без Путина и без Алиева. Поэтому двери открыты, мы должны туда войти. Но нельзя исключить того, что Россия вновь бросит Азербайджан в топку войны, потому что на самом деле Алиев-1 никогда, ни в 2020 году, ни в 2023, ни в 2024 не решился бы и не решился начинать войну с Арменией без не только разрешения, без попустительства, без поддержки, без прямой наводки российского генерального штаба и политического руководства, без согласия и без, может быть, даже приказа Кремля. — Вернувшись к вашему сравнению со знаменитой картиной, можно ли так перефразировать, что сейчас идет испытание народа Армении с точки зрения свободы воли народа Армении? Идет испытание свободы, стремление к свободе. — Я думаю, что это испытание никогда не заканчивается. Оно не касается только Армении, оно касается всех. Вы говорили недавно, несколькими минутами ранее, о свободе выбора азербайджанского народа, и мы согласились, что мы не можем об этом судить. У них нет выборов. У нас выборы есть. Они свободные, они не всегда справедливые, потому что не обеспечено информационное равенство. Скажем, наши с вами разговоры, они не выносятся на общественное телевидение, например, которое обладает большей аудиторией, чем, скажем, ваша уважаемая передача. Так что моя точка зрения или фильм, который я снимал, или речи, о которой я говорю, они ограничены интернетным пространством. Но и это ведь очень быстро меняется, и сейчас есть поколение, для которого интернет значит гораздо больше, чем телевидение. Поэтому выбор, он есть, он производится всегда в нашей жизни. Соединенные Штаты и все другие страны, они тоже ведь ежедневно делают этот выбор. Свобода, она не дается раз и навсегда. Свобода как любовь. Над ней надо работать. Это работа. Свободу надо зарабатывать, свою свободу ежедневно. Это даже в животном мире так. У тебя есть та территория, которую ты способен отстоять. Мы сделали большие ошибки. 30 лет, не говоря о предыдущем, о советском периоде, 30 лет армянские политики были вассалами, рабами Москвы. И вся система государственности и безопасности Армении была построена на идее о союзе с Россией. Мы говорили много лет, нас сажали за это, нас репрессировали за это, нас запрещали за это, когда мы говорили, что это политическая ошибка. К сожалению, мы оказались правы. Мы очень дорого заплатили за эту политическую ошибку. И если нынешнее правительство продолжит упорствовать в этой ошибке, оно, в общем-то, колеблется сейчас. Поэтому наш палец должен сейчас коснуться, прежде всего, головы нашего правительства в виде щелчка или в виде ободряющего толчка. Оно основное действующее лицо. Ну, постольку, поскольку оно избрано. Однако у нас есть свобода выбора, и выборы у нас в этом смысле свободны. Поэтому мы можем поменять то правительство, которое не будет отвечать истинным, глубинным интересам армянского народа. И, вернее, не только армянского народа, граждан Армении, потому что у нас многонациональная страна. Я очень благодарна вам за сегодняшнюю беседу. Благодарю. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с председателем Европейской партии Армении Тиграном Хазмоляном. Беседую Лаган и Аракелян. Всех благ.